всех приветствую продолжаем знакомиться с автобиографии актрисов певиц и рассматривать их фотографии агнес хантингтон позже стала агнес хантингтон крова американская оперная певица в течение нескольких лет она получала частные уроки музыки языков и рисования в европе у нее была замечательная концертная и оперная карьера в качестве примадонны контроль родилась штате мичиган примерно в 1864 году была воспитана в нью-йорк я пользуюсь википей переводной получила образование школе миссис сильваус рид для девочек нью-йорке 1880 году ее семья решила что она должна выбрать карьеру по собственному выбору она колебалась при выборе между музыкой и искусством поскольку и то и другое было для нее привлекательным и в конце концов решила стать оперной певицы ее богатая контроль то было унаследовано от мать антингтон отправилась дрезден в 1880 году где училась четыре года у джованни батиста лампер хантингтон впервые выступила на публике с концертом дрездене январе 1884 года а несколько недель спустя спела в лейпциге с обычным оркестром под управлением карла райны позже она уступала на концертах лондоне совместно с великими музыкантами и дирижерами включая сэра джулиуса бенедикта вильгельма ганса альберта ран герда сэра джорджа гроу и других что привлекло к небольшой внимание общество в это время она получила тогдашней принцессу уэльской позже вдовствующей королеву александры красивую брошь драгоценными камня пела в париже 1885 году дебютировал в америке с нью-йоркским пилармоническим оркестром под руководством теодора томас который пригласил работать ее с филадельфийским симфоническим оркестром и другие различные концерты она устраивала дирижером которых он был сам то есть теодор том пела с бостонским симфоническим оркестром с ульевом горе после турнея по главным городам америки она присоединилась бостон идеал опера компани из этой группы успешно пила в течение нескольких сезонов 1889 отправилась в лондон под руководством оперной труппы карла россы там она сыграла главную роль фильме пол джонс роберта планкета который стал большим хитом под руководством маркуса майра она начала свою карьеру в качестве звезды фильме пол джонс нью-йорк во всех путешествиях хантингтон провождал ее мать которая оказалась ее лучшим другом и советчиком антикта он была высокой светловолосой обладала властной осанкой и голос был чистым ясным сильным и тщательно обработанным контроль лондоне и социальные успехи были столь же велики как и профессиональные среди близких друзей было баронесса бердетте кутс герцогиня вестмистерская и другие выдающиеся личности была директором нью-йоркского симфонического общества института музыкальных искусств и других 1889 году вышла замуж за адвоката пола креева от которого у нее родилась дочь вера агнес хантингтон креева после замужества стала директором нескольких благотворительных организаций внесла свой вклад во многие благотворительные общества была активисткой защиты животных была прихожанкой епископальной церкви и выступала против избирательного права женщин умерла на манхэттене 10 марта 1953 года была похоронена на кладбище в бронксе вот так вкратце из переводной википедии у американской оперной певицы агнес хантингтон позже агнес хантингтон крова пока пока до свидания смотрим фотографии